Большое спасибо. Спасибо за приглашение. Я очень счастлив быть здесь. Я присоединяюсь к вам с Нью-Йорка. Я буду говорить о сигнале липоузла в случае рака эндометрия. Мы будем говорить о эволюции хирургического стадирования. Мы будем говорить о визуализационной, прецизионной хирургии при использовании более детального онкологического исследования и контрастирования. Рак эндометрия, как мы и полагаем, женщины с этим заболеванием должны лечиться только гинекологами, онкологами. Но не везде применяется это положение, потому что в Америке мы сейчас приходим к тому выводу, что именно это заболевание должно лечиться гинекологами и онкологами. Необходимо проводить стадирование с использованием СЛН-алгоритма. Когда пациентка уходит из операционной, нам необходимо понимать, что происходит с билатеральными узлами малого таза при использовании СЛН-алгоритма. Поэтому необходимо, прежде всего, определять сигнальные лимфоузлы, и именно эта методика является преимущественной по сравнению с исторической лимфоаденоктомией малого таза. Мы посылаем сейчас меньше и меньше лимфоузлов для морфологического исследования, для того, чтобы определить объем заболевания. В 2012 году мы опубликовали алгоритм, мемориальный алгоритм по картированию лимфоузлов, сигнальных лимфоузлов, включая принцип хирургического стадирования. Это организуется, прежде всего, так называемый чек-лист, список, пошаговый алгоритм, как использовать процедуру, как проводить инъекцию в области шейки. Если у вас имеется перитениальное заболевание, облечение брюшины, что делать? Если у вас имеются какие-то подозрительные лимфоузлы, то вам необходимо их удалять во время хирургического вмешательства, несмотря на то, проводили ли вы операцию картирования лимфоузлов до оперативного вмешательства, и какой статус этих лимфоузлов появился у вас. И поэтому вот эту периодическую пошаговую удаление лимфоузлов, диссекцию лимфоузлов во время хирургического вмешательства мы оставляем как прерогативы хирурга, если эти лимфоузлы являются подозрительными. Также необходимо проводить картирование лимфоузлов, как уже было сказано, сигнальные лимфоузлы. Необходимо любые подозрительные лимфоузлы рассматривать как лимфоузлы, которые являются приоритетом для удаления, несмотря на предшествующее картирование сигнальных лимфоузлов. Мы всегда говорим о том, что везде ли, во всех ли стадиях нужно делать это? G1, G2, G3. В любых случаях. Является ли это стерозное поражение, светлоклеточный рак и так далее. А мы не знаем, в какой группе риска находится пациентка, пока вы не проводите гистероктомию, пока вы не получите результаты патоморфологического исследования. Если вы посмотрите последние публикации национальной базы данных, вы увидите, что есть такие 50% поверхностные опухоли. Но если у вас есть иные виды рака, 16% таковых, вы видите, здесь у нас тоже низкой стадии достаточно раки. Но мы на самом деле должны, конечно, найти эти лимфоузлы еще до проведения хирургического вмешательства. Таким образом, на самом деле, каждый пациент, каждый на каждой стадии может выиграть от такого картирования. Удаление, конечно, узлов является проблемой и эволюционным процессом. На протяжении многих лет мы использовали такое понятие, как сопоставление количества и качества. И если удаление лимфоузлов не считалось хорошей радиоцией, радиологи говорили, если у вас нет 15 или 20 узлов, наверное, тогда нужно, очевидно, проводить еще и лучевое лечение, потому что хирургическое вмешательство оказалось недостаточным. Здесь теперь от качества переходим к количеству. И здесь мы должны, конечно, метастатически зависимые узлы также учитывать и, конечно, полагаемся на данные, которые получаем от патологов. Абсолютное количество здесь при картировании не является абсолютно значимым. Мы ранее говорили о том, сколько вам нужны узлов, сколько вам нужно, 10 узлов. Ну, мы вам дадим 10 узлов. Мы всегда можем это сделать. Мы должны отойти от общего количества, от качества к количеству или от количества к качеству. Вот эти переходы совершенно необходимы. Здесь использование зеленого эндоцианина очень здесь важно. Здесь раствор 1 к 5. И когда пациент проходит операцию, мы вводим этот состав, и мы можем, конечно, сравнить, что мы получаем при синим и зеленом. Здесь видите опубликованные данные в 2018 году. И вы видите, что ICG нам дает. ICG, да, зеленый дает нам. ICG обнаруживает 95% эти узлы, сигнальные узлы, что значительно лучше, чем при использовании синего. И 10% пациентов дают нам такие позитивные узлы, и мы не имеем никакой негативной реакции со стороны пациента. Это тоже очень важно. Таким образом, зеленый является предпочтительным по сравнению с синим. Но ICG или ICG+, мы можем использовать просто ICG, нам не нужно смешивать синий и зеленый. Ну, теперь, введение ICG – это безопасная процедура. Это первое исследование, когда внутривенно вводится ICG. И на самом деле FDA, наше американское агентство, абсолютно одобряет подобного рода вмешательства. Ну, дальше мы видим здесь 5-6% сигнальных узлов. Это на самом деле отсутствие узлов. Мы наблюдаем это, и мы можем это увидеть с помощью введения препарата. Второе рандомизированное исследование в Канаде, которое, собственно, подтверждает то, о чем мы говорили. ICG одобрено FDA в 59-м году для внутривенного применения и в 18-м году использовано при рандомизированном исследовании и для лимфатического картирования при раке эндометрия. Введение осуществляется, когда пациент спит. Мы используем стерильную, дистиллированную воду, 25 миллиграммов порошка. И обычно у нас 4 кубика вводятся в период от 3 до 9 часов. На самом деле очень важно иметь этот цвет, да, потому что такое поверхностное введение только 1-3 миллиметра. Это тоже очень важно. Важно, чтобы ни в коем случае эта жидкость не попала во влагалище, например. Мы можем ввести в 4 точки, если необходимо, при раке эндометрии мы можем таким вот образом поступать. Есть, конечно, коммерческие платформы, которые сейчас имеются. В основном они основываются на разных технологиях, иногда на технологиях фильтрования, потому что мы получаем лучшее изображение. Вот одна из платформ, которую мы используем, представлена здесь. Также у нас есть такой ручной аппарат, который можно использовать, если мы исследуем растущие узлы. Можно использовать таким образом открытое вмешательство и лапароскопическое. Четыре изображения. Да, у нас есть всё можно в цвете с высоким разрешением, а можно получить картинку черно-белую. И здесь вы видите, зелёный цвет очень хорошо накладывается во всех этих ситуациях. И есть вот такой цветной участок, флюорицирующий участок. Это такая лимфатическая оптика, так сказать. Это не означает, что здесь есть позитивный результат. Это просто означает о том, что здесь есть лимфатический канал. И тогда вы нажимаете кнопочку, и тогда вы получаете вот такую картинку. Сигнальный узел будет здесь выявлен. Как найти эти узлы? Конечно, здесь важна сама техника, которая применяется при введении препарата. Мы должны абсолютно чистым держать поле, так сказать. Должны открывать пространство, видеть всё, убедиться в том, что у нас нет никаких непроходимостей. Обычно вот здесь у нас возникают сложные ситуации с, например, обвивающей пуповиной. И здесь мы также должны это учесть. Делать разрезы необходимо, которые как раз помогают вам обойти это. И на самом деле не всё здесь является сигнальным. Если вы увидите поверхностные зелёные пятна, скорее всего, это будут вторичные результаты. И в Корее, скорее всего, это не то, что вы ищете. Вот здесь вы видите, у нас есть облитерирующая пуповина. Мы видим остатки её. Мы видим, что лазер нам показывает все детали. Мы видим, что мы от срединной части переходим к боковой. Вы должны идти за этой пуповиной для того, чтобы найти узлы. Иначе вы будете удалять вторичные и третичные узлы. А вам нужны сигнальные узлы. Поэтому обязательно следуйте этим каналам. Открывайте пространство. Подготовьте поле для своей работы, прежде чем вы будете удалять узлы. И, конечно, очень важным моментом для вас является как раз облитерирующая пуповина. Вот видите, здесь вы опять её видите. Видите, здесь найдите пуповину. Постарайтесь найти лимфатические пути. Здесь в малом тазе. И это классическое кортирование. Вот здесь вы видите таймод, вы видите здесь краситель, вы видите здесь сигнальный узел и очень важный лимфатический узел. Это то, что даёт вам большую точность. Вы здесь можете достаточно точно увидеть, где находится сигнальный узел. Таким образом, вы используете различные приёмы, включая лазерные технологии и окрашивание. Для нас это очень важный узел, лимфатический узел. И мы должны удалить его. Для нас это наиболее важный этап данной процедуры. ЧНСС использует такой подход. Вот есть у нас руководство, которое появилось в 2014 году в виде демонстрации с красителем синим и зелёным. На самом деле, это менее часто встречающийся тип кортирования. Чаще всего используется вот этот путь, когда краситель попадает в боковые участки. И вы видите здесь 95% случаев вы это видите. И вы видите демонстрацию классического кортирования с левой стороны. Если краситель не демонстрирует нам пуповину, тогда мы видим с вами дорсальный путь. И тогда краска, краситель не окажется на пуповине, а окажется ниже или выше и окажется в подвздошной области. На самом деле, это происходит менее чем в 5% случаев, но важно помнить о том, что такое может произойти, если у вас нет классического кортирования. Ещё раз хочу подчеркнуть значимость облитерирующей пуповины. Очень важно помнить, что ICG многое покажется зелёным, но не всё зелёное является сигнальным. Вот с левой стороны вы видите, до пуповины вы видите хирургические инструменты, вы видите этот сигнальный узел, вторичный и третичный. И когда разрез делается, второй и третий узлы могут оказаться удалёнными, но ведь на самом деле это не приведёт вас к настоящему сигнальному лимфатическому узлу. Поэтому очень важно очистить пространство, так сказать, для того, чтобы очистить путь к тому сигнальному узлу, который является вашей целью. Вторичный и третичный может оказаться на пути. Здесь тот же самый пациент, вторичные и третичные узлы, но на самом деле это тоже сигнальный узел, действительно. Второй и третий находятся за ним, и в данной ситуации вы удаляете реальный сигнальный узел. И снова демонстрация того, где находится, где может находиться сигнальный узел, вторичные и третичные узлы. Ну, мы можем удалить третичный, углубляясь и не удаляя реальный сигнальный узел. Будьте очень с этим осторожны. Да, двустороннее картирование также является очень важным. И здесь, конечно, мы видим, каким образом происходит. И картирование остаётся очень важным преимуществом для тех пациентов, у которых есть рак эндометрия. Ну, далее. Практически всегда эти узлы, сигнальные узлы, являются обвивающими такими, да, на самом деле, или находятся в той территории, где есть, в том участке, где есть различные вероятности того, что при удалении такого узла вы создаёте такую позитивную реакцию. На самом деле это может оказаться не так, потому что вы оказываетесь вовлечёнными в действия относительно различных каналов в организме, и здесь очень опасность большая возникает. Поэтому будьте осторожны. Опять же, повторяю, создавайте себе открытое пространство, которое позволяет вам найти реальный сигнальный узел. У нас есть в исследовании, как видите, 623 респондента, и пациенты говорили о том, что картирование очень часто говорит о том, что пациенты не всегда могут оценить результаты. И мы также недавно опубликовали под номером 959, при количестве пациентов 959, результаты по двустороннему картированию. И вы здесь используя вот это стадирование, стадирование показывает вам, как возникают изолированные раковые клетки. Здесь всё распределено по стадиям, и мы видим с вами результаты работы, опубликованной, которые дают вам представление о позитивности. Даже при низкой стадии с поверхностными повреждениями, вы видите здесь определенные позитивные результаты, видите здесь определенное количество изолированных клеток. Картирование алгоритма, картирование сигнальных клеток узлов, это является алгоритмом, который мы используем в течение длительного времени. Если вы не делаете такой алгоритм, не проводите, то необходимо тогда делать обычную лимфоденоктомию на стороне вовлечения. Также проводилось лимфоденоктомное исследование 2012 года, мемориального алгоритма по определению сигнальных лимфоузлов. Сейчас наши усилия направлены в следующую образу. Мы начинаем работать в рамках SELECT исследования, которое является перспективное, многоцентрное, международное наблюдательное исследование без контрольной группы. Цель исследования, прежде всего, улучшить прогностические результаты, используя в случае первичной опухоли и данных сигнальных лимфоузлов, улучшить наше понимание взаимодействия между опухолем и сигнальными лимфоузлами, улучшить наше понимание, как клетки становятся биологически значимы в лимфоузлах, улучшить определение метастазов и метастатических и неметастатических сигнальных лимфоузлов и продолжить снижать заболеваемость данным видом рака. Некоторые женщины, страдающие раком эндометрия, должны лечиться гинекологом-онкологом, я совершенно. И я уверен, что необходимо проводить исследования, использование и контрастирования, и область ближнего красного света, для того, чтобы улучшить процесс визуализации, улучшить алгоритм обнаружения сигнальных лимфоузлов. Я надеюсь, что в будущем я смогу присутствовать на этой конференции непосредственно.